Альфа-банка Ребята, всем привет! Сегодня 19 января 2024 года. Начинаем мы нашу смену. Время 23.40. На прошлой неделе мне понизили приоритет в Яндексе. Пришло уведомление о том, что я нарушил дресс-код. Спустя какое-то время мне позвонила служба поддержки, девушка. Говорит, здравствуйте, Евгения, вы знаете, что вы нарушили? Ну, они любят такие вопросы задавать. Типа, ты сам должен сказать свою ошибку. Я говорю, ну, наверное, у меня не было галстука. Я не очень люблю галстуки сами по себе. Мне в них не очень комфортно сидеть. Как-то придавливать здесь, что ли. Вот, и тем более, когда ты сидишь в автомобиле, потом выходишь постоянно его поправлять. Или какой-то удобный нужно себе подобрать на резинке, даже не знаю. Больше бы то, что там резиночка где-то сзади будет. Также она еще добавила, что салфетки должны лежать на видном месте. То есть они у меня в перегородке лежат, а должны на видном месте лежать. Больше никаких претензий вроде не было. Ну, а мы начинаем, короче. Че, у нас заказ с остановки, что ли? Здравствуйте. Здесь нельзя останавливаться просто вообще. Сомнительно, но окей. На 223 не думаешь, что кто-то берет для такси. Он стоит таких денег, что не окупится никогда. Зикор сейчас может попасть. Отказались бы. Отказались бы. По поводу китайских автомобилей я не буду разглагольствовать. Кому-то нравится, кому-то нет. Типа, когда новый рынок заходит, да, даже в премиум сегмент бизнеса, премьера или лита, естественно, автомобиль новый, он, возможно, клиентам будет нравиться. И хочется попробовать, что это такое. Но что будет через 3-4 года, когда эти китайцы уже будут такими немножко подуставшими, я не знаю еще. Это будет видно спустя только время. Здравствуйте. Здравствуйте. Грузинская у вас? Малая? Блин. Ручку впадали, диск ух... Походу. Пойду посмотрю, что с ним. Ребята, я очень сильно ударил свой диск. Просто жесть. Блин, у меня даже краска слетела. Это под подкраску всю, е-мое. Обидно, конечно, это все. Вот извлека не так заметно, да, типа? А близко когда видишь. Ну, это правило 3-х метров, знаешь. Только в диске покрасил нормально. Ударил. Я думаю, что зиму докатаю, потом сделаю. Смысла нет. Дорожки узкие в Москве. Обидно, капец. Дорожки узкие в Москве. Даже не хочется говорить, что мы вас узнали. Да, я уже и понял. Когда так говорят про Евгений. Честно, мы ждали Zikr. Zikr? Да. Мы чуть недавно потратились от Большой, не вон в 9. Ну, у меня перед вами там клиент был, говорит, я бы не поехал бы на Zikr. Прикольная машина. Ну, прикольно, когда что-то новое выходит. Сейчас... Хочется попробовать прокатить. Вот и все. А что будет с ним там через 3-4 года, неизвестно. А, и до этого какой-то тоже питает. Хунчи. А еще и Лисян. Лисян, да. Я представляю, это как его. Майбахи там уйдут, да? Этот постареет. И что мне там? Надо переименовать канал Евгений Лисян какой-нибудь. Давайте покупаем у нас такие машины. Иди сюда. В Москву, в Питер. Куда угодно. Во всех. Ребята, когда работаешь без промокода и включаешь кнопку «Мой район», получается, с последнего заказа 2079 рублей я заплатил 692 рубля комиссии, из которых 9% забирают кнопку «Мой район». По району я по центральному езжу. И комиссия сервиса еще 2-4,5%. Плюс еще, если вы работаете как самозанятый, вы еще платите 6%. То есть, ну вот, если комбо это включать все вместе, да, то 40% комиссии Яндекса выходит. Представляете, бензин, мойка, вода чистыми от заказа остается 50%, наверное. Это еще на личном транспорте. Вы представляете, тот, кто работает на аренде. Еще за аренду автомобиля платить, да? Если это «Майбах», то это до 15 тысяч рублей. Какие-то свежие. И сколько остается в кармане? Ну, сутками работают. Там часов по 18, чтобы что-то, наверное, заработать. А бывают дни, когда и в минусы ходят. Пиздец, не похуй, яс. Легендарная кредитная карта Альфа-банка, бесплатная навсегда, стала еще выгоднее. Получайте супер кэшбэк каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах по всей стране. Не просто выгодно. Альфа выгодно. А можно блютус скинуть? Можно. А задачу можно будет, если что, скинуть на карту? Песню забивай! Натер сладушек ручничок. Смешал подозер табачок. Здесь вам или подальше? Думаю, сами надо. Всего доброго, до свидания. Девушки, у вас заказы наличные же? У меня две тысячи. Ну, номер скажите, я перевожусь. Да, восемьдесят. Сейчас. Мне надо было так пару раз, когда я просто не знал, что заказы наличные. На беззвучном режиме ставить телефон. Обычно так Яндекс предупреждаете. Заказы наличные, возьмите денежку. А на беззвучном режиме он предупреждает или не предупреждает, точно не знаю. Но это все функции можно как бы и в приложении выключить, чтобы он не мешал. Только я стоять просто здесь не могу. Не, не, там есть вот, где машина стоит. Это только для такси. А? Это только для такси. Нет, здесь серьезно прозвучить. Всегда все стоят, да. Честно, слово. Ну, почему я не привлечу? Здесь камеры везде, фотка, здесь нельзя стоять просто еще. Остановитесь, пожалуйста. Можно ее у меня еще? Мне ничего не нужно. Здесь можно. Не, я отъеду. А, тогда разрешите. Хорошо, до свидания. Так, надо написать в поддержку. Ну, на всякий случай себя перестраховать, наверное, не знаю. Ну, не буду ничего писать, ладно. Посмотрим, придет ли плохая оценка. У меня рейтинг уже полгода где-то пятерка держится. Вы, по-моему, в блоге снимали. Да? Да. Вы смотрели, что ли? Да, мы как-то снимали, наверное. Я туда ходила, я была в зеленом платье, я поцарапала вам коробки. Я такая, ты же, если мать, что вы затруете, что-то такое. Простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста. О, да-ка мне, мне там подруга ваша тоже что-то написала. Да, такая. Ну, слушайте, ну, там же красиво получилось. Ну, да, сихотичь. А вам кто-то скинул, наверное, да? Да, мне знакомые скинули. Ну, вот такой вот милый заказ. Девушка уже была у меня в ролике и сейчас снова попалась. Говорит, ничего страшного, все топ. Ребят, ну, вот такой вот получился ролик. Легкий, ненавязчивый. Возможно, чуть-чуть коротенький. Больше проработал. Ну, а всем, кто смотрел его, я желаю удачи и всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова